Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас ждет трэш, безумие и постапокалипсис. Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика, Книга 2. Озвучено Проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Глава 28. Я мог бы написать, что несколько дней провел в блаженном ничего не делании, попивал пивко перед компом, бродил по схрону, щипал Ленку за попец и полировал сайгу. Однако никто не предоставил мне такой возможности. Гребаный апокалипсис. Зато не скучно, хоть это радует. Постоянно приходит какой-либо невероятный трындец. «Саша, Саша, проснись!» Испуганно тормошила Лена. «Ты чё? Который час?» Казалось, что я сомкнул глаза секунду назад. «Три ночи, кто-то долбит в дверь снаружи!» «Блядь!» Как пружина соскочил с кровати, хватая револьвер с прикроватной тумбочки. Прислушался. Может, послышалось ей? Чёрт, ногами что ли пинают? Жестом велев девушке сидеть, я прямо в трусах и тактической кофте, на цыпочках отправился в прихожую. Штаны Лена сумела стянуть, пока её могучий повелитель спал. «Вообще-то, скорее, кто-то из наших. Наверняка опять что-то случилось». Но верная подруга-паранойя никогда не разжимала своих объятий. Встав сбоку, чтобы не получить пулю через дверь, я выкрикнул. «Кого там носит среди ночи? Чё надо?» «Саня, открой! Это я, Валера!» Ну, вот так и знал. «Пароль!» «Каракатица-13!» Я облегчённо вздохнул. По нашей договорённости, любая цифра, кроме тринадцати, означала бы, что на друга направили чужие стволы. У меня предусмотрено ещё много подобных комбинаций для поддержания безопасности. Щёлкнули замки. Схрон валился промёрзший насквозь комрад. Даже очки заиндивели. Походу, за бортом нешуточная пурга. «Лена, нужен горячий чай!» Крикнул я, отдирая пристывший вепрь от пуховика очкастого. «Саня!» Отбивая зубами чечётку, просипел Валера. «Что стряслось-то? Ну, говори! Семьёй что-то!» Он закивал, протирая очки вязаной перчаткой. Я помог другану раздеться, его всего трясло. «Что же у них могло произойти?» Провёл его на кухню и усадил на стул возле гудящей печки. Лена сняла чайник и хотела налить напиток, но я остановил взглядом. Открыв шкафчик, достал початый флакон Джек Дэниелс и набулькал полную кружку. Пододвинул к Валере. «Выпей!» Я поймал стревоженный взгляд Лены. Она прижимала кулачки груди, кутаясь в плед. Побелевшими пальцами комрад вцепился в кружку. Кадык дёргался на тощи шеи, часть напитка лилась по небритым щекам. «Да что ж такое-то произошло?» «Рассказывай!» Я уселся напротив. «Они забрали детей и Люсечку!» «То они!» «Нужно идти!» «Саня, одевайся, бери оружие и пошли!» «Стоп!» «Расскажи всё по порядку!» «Потребовал я!» «То-то напал!» «Мародёры, пиндосы, мутанты!» «Кто?» «На реке их встретили!» «В бункер шли!» «Вечерело да и метель!» «Нужно было быстро идти!» «А я ещё Антонину Петровну на санях волок!» «А это мужики в полушубках вдруг окружат!» «Один с чёрной бородой!» «Говорят, такого-то знаешь!» «И начал описывать!» «Я сразу понял, что про Вавана говорят!» «А я ничего сделать не мог!» «Их человек пятнадцать было и все с ружьями!» «А бородач говорит!» «В иное время ты бы нас к своему жилищу привёл, да отдал бы всё добро из кладовых!» «Но сейчас нам этот беспредельщик из пещеры нужен!» «Поговорить с ним уж очень хочется!» «Углана и баба с нами остаются!» «А ты к утру приведёшь к нам в деревню гондона этого!» «Даже оружие не забрали!» «Вот гадство!» «Мои кулаки треснули по столу!» «Ваван сказал, это лесхозовские!» «Я ж сразу к нему побежал, маму привёз!» «А что, тёчу не стали брать заложники?» «Не стали!» «Так что, Ваван, что он сказал?» «Послал сразу за тобой!» «Понятно!» «А где Егорыч?» «Дед ещё раньше встал на лыжи и домой к себе укатил!» «Саня, ты поможешь?» «Конечно, дружище, и не трясись!» «Всё нормально будет!» «Я принялся лихорадочно собираться!» «Патроны, двойной комплект!» «Блин, сайга!» Быстро открутив коллиматор, придирчиво осмотрел ствол!» «Вроде бы ровный!» «Саша, только будь осторожен!» Тихонько сказала Лена «Ты будь осторожна!» Ответил я «На складе АК, пусть при тебе будет! Колодца растяжка, если кто полезет, услышишь! Никуда, главное, не ходи!» «Я за малышей очень переживаю и за тебя!» «Не переживай, всё будет нормально! Мы ж с Вованом пойдём!» Валера быстро оделся, я выдал ему дополнительный свитер. Послав Лене воздушный поцелуй, вслед за комрадом вышел в свистящую бурю. Надев лыжи, мы быстро побежали по заметаемой лыжне. Очкарик постоянно подбешивал по пустякам, но сейчас я не мог отказать в помощи. Не важно, что в прошлой жизни он был ФСБшником. Теперь мы одна команда, потому что мы – выживальщики. И я до сих пор не забыл, как он отправился в безнадёжный бой с пиндосами, прикрывая отход. После горячего чая и виски Валера больше не мёрз, а меня согревали сильные взмахи ног и горячая злость бойца. Эти деревенские совсем оборзели. Думаю, стоит преподать урок. Правда, это всё заварил Вован. Остаётся надеяться, что всё разрулим. Желательно, конечно, без стрельбы, пока дети не будут в безопасности. У меня начал вырисовываться план дальнейших действий. Вообще сильно не переживал. После подземных нацистских мутантов предстоящее дело выглядело, как разборка с детсадовцами в песочнице. Через час мы добрались к логову десантуры. Из-под шкур тепло подсвечивает пламя костра. Я расстегнул крепление лыж. Блин. А как Вован пойдёт в эту миссию без лыж? Он же будет сильно отставать. Мы можем не успеть к рассвету. Здорово, ёпты. Из-за деревьев появилась массивная фигура. О, а я думал, ты в пещере. Хули там. Бабкин пердёж нюхать чё ли. Нихуя не фиалками пахнет, ёпт. Дозорец, сука, стою на. Вас чуть не подстрелил. За колхозанов местных едва не принял, блядь. Вован, сейчас не до шуток совсем. Произнес я. Да хули, всё заебок буди. Щас гоняю в деревню. А пиздошим этих мудил, сука. Давайте выработаем план действий. Дрожащим голосом сказал Валера. Неси, профессор. Вован опустил на его плечо тяжёлую ладонь. Я за твоих мелких этим деятелям шкуры наизнанку выверну. Все вместе зашли в логово. Я поморщился. От тёщи действительно здорово подванивала. Вован тут же начал снаряжаться гремя оружием, холодным и огнестрельным. Откашлившись, я сказал. У меня идея. Слушайте внимательно. Валера, как доберёмся до места, ты пойдёшь первый. Скажешь им, что Вован сейчас подойдёт. Пусть они приведут твоих. Как только это произойдёт, выйдет Вован. Пусть произойдёт обмен. Так-так. Закивал комрад. А я спрячусь в пределах видимости. Вепрь мне дашь. Как открою огонь, сразу падайте и отползайте. Отличная идея, Саня. Линзы очков радостно сверкнули. Пульня, бля, не идея. Пророкотал десантник. Оглянувшись, мы с Валерой увидели экипированного викинга, готового к бою. Копьё, ножи на ремнях, плащи шкур и пара ока. С чем-то не согласен, Вован. Не понял я. Нах этот обмен. Нас всех там положат миг. Но нам главное, чтоб семья Валеры не пострадала. Ни очку не пострадают, ёпта. У тебя есть свой план? Спросил Валера. Конечно. Какой? Долго, на-ка, объяснять за мной, ёпт, держитесь, хули. Да, кивнул я. Времени осталось мало, а нам ещё столько километров пробежать. Хотите, бежите, ёпт, а я поеду. Усмехнулся ВДВшник. Но у тебя же пустой бак, напомнил я. Кто тебе, бля, сказал? Он порылся в углу пещеры и вытащил сорокалитровую пластиковую канистру. Крепко держась за верёвку, я ехал на буксире. Мне, конечно, не понравилось, что у Вавана оказался свой план, но решил не спорить. Обычно у этого психопата всегда прокатывали подобные экспромты. Защитная маска прикрывала лицо и глаза от колючего снега, летящего из-под гусеницы. Валера с Ваваном сидели на снегоходе. Я бы тоже влез, но десантник закрепил на свободное место канистру. Предусмотрительно. Что ж, операция по спасению заложников начинается. Глава двадцать девятая. Взрыв. Как разъярённый кабан, снегоход перемахнул снежный бруствер. Рывок. Я напряг все мышцы своего тренированного организма, стараясь не отпустить верёвку. Короткий полёт, показавшийся вечностью, и лыжи с грохотом врезались в заледеневшую поверхность. Не сумев удержать равновесие, я со всей дури приложился к копчикам. Ваван, даже не заметив потерю лучшего бойца, поддал газу. «Эй, стойте! Ваван!» – закричал я. «Чёрт бы вас побрал!» Но друзья уже скрылись за поворотом. Поднялся, потирая отбитое место. Ах, я стоял на довольно укатанной лесной дороге. Похоже, она ведёт к деревне или из неё. Местные выходят, имеют постоянное сообщение с другими населёнными пунктами. Закурив сигарету, я стал терпеливо дожидаться, когда же они обратят внимание на моё отсутствие. Рёв снегохода, будто издеваясь, постепенно затухал вдали. «Блин, так и вся операция может накрыться известным половым органом. Без моей-то яростной огневой поддержки!» «Ладно, будем надеяться, хоть Валера догадается развернуть свои окуляры и посмотреть, как у меня дела. Двинусь пока своим ходом. Деревня должна быть где-то неподалёку, в нескольких километрах». Затушив окурок, я спрятал его в пачку, чтобы не оставлять следов, и зашуршал лыжами. «Не догоню, так хоть согреюсь». «Получилось не очень. Лыжи разъезжались на льду, а острые заструги в колеях безжалостно царапали мои деревяшки. Я начал всерьёз опасаться за камуса, точнее, за их сохранность. Не так-то просто их сделать. Вздохнув, а что тут поделаешь, принялся расстёгивать пружины креплений. Спрятав лыжи за приметной сосной, лёгкой атлетической рысью я помчался вперёд. Ништяк! Железные набойки на подошвах тактических ботинок идеально держали на скользкой дороге. «Чёрт! Когда же Вован с Валерой остановятся?» Я бежал километр за километром, но этих раздолбаев всё не видать. А что, если свернули куда-нибудь? Я сбавил ход, переходя на быстрый шаг. Да не, развилок вроде не было. Как бы то ни было, а шагать по ночному лесу было приятно. Высокие деревья защищали от ветра, привыкшие к темноте глаза хищно рыскали по сторонам, выслеживая неприятности. После кромешной тьмы, кишащих мутантами подземелий, это просто курорт. Когда мы покончим со всем этим дерьмом, надо отправиться в дальний поход, произвести разведку на предмет ништяков. Думаю, летом будет немного теплее и удастся отправиться в путешествие. Блин, как же давно я не был в отпуске. Таиланд быстро надоедал своей суматошностью. Дикая влажность, наглые макаки кругом, мусор, помои. То ли дело наша Карелия. Нахрена я послушался Вениамина Садковича, нахваливающего эту клоаку. Ну ладно, зато отпускных выдали щедро. А еще бесила гребанная тайская еда. Дома я привык есть супы, каши, макароны, пельмени, а не личинок в соусе, засахаренных тараканов или жгучую, как ядерное пекло, лапшу. Все советовали, типа приедешь в тай, Санек, попробуй дуриан. Это фрукт здесь такой. Дуриан. Придумают же название. Сразу же ясно, что какая-то пакость, как и все в этом обезьяннике. При воспоминании об этой дряни, горлу снова подкатила тошнота. В общем, развлечения, а здесь они обязательно с каким-то изратом, заколебали еще в первую неделю. Злой и небритый я шел по пустынному в предрассветный час пляжу. Полночи пришлось бегать и прятаться от полиции. Хотя, лучше, наверное, по порядку рассказать, как все было. Хорошо, начнем сначала. Мы с Маратом, шустрым строителем с лукавой татарской улыбкой, зашли в клуб. Он прилетел тем же рейсом, что и я. Ну, собственно, еще в самолете угостил коньяком. Татарин раза два или три бывал в Тае. И, соответственно, поведал дохрена нужной и полезной информации. Например, я узнал, что там полно трансвеститов, поэтому местных мартышек нужно снимать с особой осторожностью. Пиздец, подумал я, куда я полетел. Надо было отправиться на отдых в Анапу. Как бы то ни было, по приезду я стал остерегаться контактов с представителями местной фауны. Ну, а на случай возможных неожиданностей в подсумнике всегда лежит банка Мирамистина и упаковка максимально прочных гандонов фирмы Дюрекс. Но таких случаев до сих пор не представилось. Марат куда-то запропал. Позже я узнал, что он отжигал несколько дней в соседнем отеле, где повстречал Корифанов, Бориса и Альберта. Первый работал дальнобоем на своей фуре, а второй строитель, даже скорее архитектор. Всю эту бесполезную информацию Марат лил на меня, пока шли в клуб СИА. Как он уверял, самое охуительное заведение в Паттайе. И не лукавил. Внутри действительно было прикольно. Особенно меня поразили стеклянные плиты в полу, под которыми находился настоящий бассейн, подсвеченный разноцветным неоном. А в воде среди кораллов сновали забавные твари из южных морей, гигантские крабы, мурены, кальмары, осьминоги, медузы, электрические скаты и даже настоящая твою мать синяя акула. Да, в Петрозаводске такого не увидишь. Не зря посетил эту чертову Азию. Мы сразу направились к стойке. Офигеть! Но здесь даже пиво из России. Для разогрева заказали по кружке Балтики. Ништяк! Ни одни местные помои не сравнятся с этим божественным северным напитком с вечно хмурых берегов, затянутых дождливыми тучами. Вскоре появились и телочки. Довольно шикарные красавицы, хоть и узкоглазые. Но, наконец-то, попробую туземную экзотику. Честно говоря, без Марата я бы на такое не решился. Обезьянка в красном блестящем платье уселась ко мне на коленях и что-то мяукала на своем наречии. А я пялился на сиськи, готовые выпрыгнуть из огромного выреза. Ништяк! В этот момент через плечо девушки увидал Марата. Тот угорал, пряча в ладони ухмылку. Я вопросительно поднял брови. Татарин отрицательно помотал головой. Что? Бля, сразу сказать не мог. Меня лапой трансвистит? Волна ярости захлестнула разум. Вскочив, сбросил себя это существо. Оно еще что-то орет. Я схватил пивную кружку и, размахнувшись, разбил об голову извращенца. Началась конетель. Прямо как на дискотеках в родном Петрике. Набежала охрана. Транс, ползая по полу и пачкая кровью стеклянные панели, указал на меня. Два накачанных быка бросились в атаку. В голову ближайшего звонка врезался барный стул. Марат! Спасибо, дружище! Остальные тут же, как дикие псы, кинули всей стаи на Татарина. Про меня в этот момент забыли. Надо выручать земляка. Я выхватил пистолет из кубры упавшего охранника. Щелкнув затвором, выстрелил вверх. Быки, пинавшие Марата, присели на пол. По залу, перекрывая музыку, пронесся панический ор посетителей. Зема с трудом поднялся и зарядил с колена в рожу смуглого лысого толстяка. Вдруг я заметил, что один чернявый крепыш тянется к кобуре. Черт! Надо валить отсюда! Еще раз шарахнула пушка в руке. Но в этот раз пуля срикошетила и свизгом ударила в прозрачный пол. Панель, на котором находилась охрана, пошла трещинами, как лед под тевтонскими рыцарями. Татарин ловко прыгнул ко мне на твердый бетон. В ту же секунду стеклянная поверхность провалилась вместе со всей оравой. Обдало водяными брызгами. Страшно заорал чернявый, что тянулся к пушке. Акула схватила его поперек туловища и яростно затрепала, как пёстрепичную игрушку. Другой секьюрити ушел на дно. На глубине засверкали вспышки разрядов. Ништяк! Скаты! Трансвестита вцепила с острыми клешнями сразу несколько крабов, не давая вынырнуть на поверхность. Санек! Алга! Валим к хуям! Марат дернул за рукав, мы понеслись к выходу. Пробегая мимо бурлящей кровавой воды, я выкинул туда пистолет. Кстати, что это была за модель? Неважно. На улице выли полицейские сирены, вдалеке сияли голубые блики мигалок. Метнулись в проулок, потом в следующий. Бой сирен приближался. Мы неслись по каким-то трущобам, затем, свернув в самый тёмный переулок, укрылись за вонючими баками. Я обернулся. Проклятие! Мы в западне! Улочку перегораживал трёхметровый сетчатый забор. Марат, мы в тупике! Прошептал я. Надо перелезать на ту сторону. Как мы туда перелезем? Это ж колючка! Отсидимся! Они не видели, куда мы свернули. Завывание приближалось. Я не мог просто так сидеть и ждать своего часа. Ну как хочешь, дружище, а я валю. Увидимся в гостинице. Подбежав к забору, увидел слева какие-то вьющиеся корни. Отлично! Полез по этим лианам. Наверху, осторожно перекинув ногу через шипы колючей проволоки, сиганул вниз. Затрещала рубашка. Я всё же зацепился, и тут же земля силой ударила в пятки, вышибая дух. Перекатившись, поднялся на ноги. Замигали вспышки. Совсем близко. Давай, лезь тоже! Заорал я. Санёк, не пали! Меня ж не видно! Махнул рукой татарин. В этот момент какой-то местный появился в проулке и что-то закудахтал, размахивая руками. Взвизгнув шинами, остановился полицейский луноход. Я присел в кустах. Этот таяц показывал на укрытие Марата. Хлопнули дверцы. То он не ава, не ава! Нервы Марата не выдержали. Он вскочил и бросился к забору. Зазвенела сетка. Татарин карабкался по ней, как человек-паук. Но тайские менты уже схватили за ноги и потащили вниз. Санёк, уходи! Хрикнул напоследок Марат. Затем его пальцы разжались. Послышались глухие удары полицейских дубинок. Вот обезьяны охреневшие! Держись, Маратик! Держись там! Я медленно пополз назад. Не рискнув возвращаться в отель, я направился к пляжу. Лучше дождаться, когда улица переполнится народом и спокойно вернуться к себе. И до отлёта не буду никуда выбираться. Ну её нахрен местную экзотику. Лучше отдыхать в родной стране. Но поплавать в тёплом море напоследок, почему бы и нет. Солнце только вынырнуло из океана. Вдалеке по волнам уже гоняют кайтеры и виндсёрферы. Кайфово им! А я так и не попробовал покататься на этой херне. Раздевшись, нырнул прямо в развивающуюся пасть волны. Адреналин погони ещё бурлил в крови, я не чувствовал усталость. Мощные грибки уносили всё дальше от берега. Но когда я обернулся и увидел, что заплыл километра на два, силы оставили. Чёрт! Чуть не захлебнулся волной. Я лёг на спину, переводя дух. Да, Саня, нужно заниматься спортом. Он поможет выжить вот в таких вот ситуациях. Так, теперь гребём потихоньку к берегу. Дома точно запишусь в зал и школу рукопашного боя. В этот момент что-то прошуршало и оглушительно хлопнуло об воду. Я огляделся. Блин, хренов кайт чуть меня не накрыл. А через секунду услышал женский крик. Метрах в тридцати барахтается фигурка, доску уносит в сторону. Помогите кто-нибудь! Помогите! Ого, русское что ли? Я с силой взмахнул руками, бросаясь на помощь. Конечно, я спас бы девушку и другой национальности. Особенно красивую. Шучу. Просто меня удивило услышать посреди волн русскую речь. Покойно, подруга, не ори! Подплыв, я подставил плечо. Помоги, пожалуйста! Она вцепилась, как клещ. Да всё нормально. Ты же спас жилете. Попытался успокоить я. Ты что, не видишь? Здесь кругом акулы! Осмотревшись, Тиф прямо увидел нарезающие вокруг треугольные плавники. Да ерунда! Засмеялся я. Этот вид не опасный, а не метр длиной. Я на экскурсию на остров плавал, нам гид про них рассказывал. Ты точно уверен? Естественно. Поплыли к твоей доске. А-а-а! Одна плывёт ко мне! Да просто отпихни её рукой, подруга! Блин, ты меня душишь! А-а-а! Она укусила за ногу, а-а-а! Девица задёргалась. Не теряя ни секунды, я нырнул под воду. Мутные серые тени, как торпеды, шныряли кругом. Ударом кулака в морду я отогнал хищную рыбину. Блядь, чё им надо? Это же безопасный вид! В этот момент ещё две акулы ринулись к нам. Игнорируя меня, они атаковали девушку. Ах вы твари! Я выдрал глаз одной из них. Вторая вцепилась в красивое тело девицы. А нет, в купальник. Он уже, кстати, в лоскуты. Что свело с ума морских хищниц? Из фильмов я знаю, что их привлекает запах крови. Наверное, у девчонки эти самые дни. Тогда всё логично. Чувствуя, как кончается воздух в лёгких, я ухватил тварь за обе челюсти. Ногами обхватил хвост, потянул на разрыв. Что-то затрещало. Отпихнул в сторону уже мёртвую рыбину с разорванной пастью. Остальные акулы тут же бросились драть её на куски. Я вынырнул и с наслаждением втянул кислород. Девушка успела добраться до своей доски. Теперь испуганно высматривала меня. Улыбнулась, когда я выставил пальцы жестом «Окей». В два взмаха рукой очутился рядом с ней. Соприкоснулись наши практически обнажённые тела. Меня как током пронзило. «Как тебя зовут?» Спросила она. «Саня». Я сплюнул солёную воду. «А меня Тамара». Я прервал свой бег, чтобы отлить. На заледеневшей дороге по-прежнему тихо. К чему это всё вспомнил? Зачем ворошил давние воспоминания? Таиланд-пади давно уже смыло цунами от подводных термоядерных взрывов. Застёгнув ширинку, поудобнее перехватил сайгу. Просто давно не отдыхал, просто очень давно не был в отпуске. Я помотал головой, прогоняя расслабляющие воспоминания о горячих пляжах, лазурном море и прекрасных красавицах. Предстоит бой. Нужно поднажать, чтобы догнать наших. Глава 30 Злость захлестнула мою обычно спокойную натуру. Сколько же ещё идти? Километра три точно отмахал. И чего я раньше не озаботился запасами бензина? У меня ведь тоже есть снегоход и даже не один. Только без топлива это груда металлолома. Где же его раздобыть? Может устроить рейд в Кандалакшу и там посливать тачек? Рискованная затея. О, есть вариант получше. Наверняка в бункере нацистов имеется бензик. Тот чёртов танк ведь ездил как-то. Да, там должно быть полно ништяков. Разобраться бы поскорее с этими чертоманами. Война с деревенскими, конечно, ни к чему, но преподать урок стоит. Чтоб жидко срались при одной мысли сунуться в наш район. Вообще, чего они такие борзые? Сидели бы в своём лесу и не жужжали. А может за ними кто-то стоит? Какая-нибудь крыша? Я задумался. Кто бы ни крышевал этих колхозников, но это не спасёт их от быстрых пуль моей сайги, десантного копья Вована и убийственного вепри Валеры. Хотя насчёт винтовки очкарика можно поспорить. Ни разу не видел, чтобы он из неё кого-то грохнул. Снайпер ФСБ хренов. Дорога вывела на пригорок. Деревня. В окнах домишек тускло горели свечи или лучины, по периметру добротный частокол. Несколько вышек, а над воротами скрипел на ветру мощный электрический фонарь. Но где же Валера с Вованом? Неожиданный толчок сбил меня с ног. Хотел выстрелить, но правую руку ловко заломали болевым приёмом. Сука! Попался в засаду, как последний лопух! Куда делось моё чутьё выживальщика? В ухо уперлось ледяное дуло. Убит, ёпта! Хватка ослабла. Блять, Вован! Вот нахера было это делать? Я поднялся, разминая руку. Из леса вышел Валера свепрям наперевес. В глазах под стёклами очков застыла тоска. «Саня, где тебя носит?» Спросил он. «Мы тебя уже полчаса дожидаемся. Надо быть посерьёзней, это тебе не шуточки». «Что?» Я охренел от такой несправедливости. «Не могли остановиться? Я же вам орал!» «Э, стопена!» Вмешался десантник. «Будем пиздеть или постреляем, ёпт!» «Согласен!» Кивнул очкалуп. «Какой у тебя план?» Поинтересовался у десантуры я. «Ну, ёпт!» Он почесал затылок автоматом. «Я чё думал? Сначала подпалить пару избна, да на шторм ебашить дымовухи. Но бляхать чё-то грамотно укрепились эти черти. Ебать, забор все дела на. Не проканает такой вариант. Уня может получиться. Чё-то тангрил. Вот давай по-твоему поступим». «Мудрое решение!» Ухмыльнулся я. «Мне понравилось, что грозный вояк и одобрил мою тактику. Ну чё, погнали, ёпт!» «Так, а где снегоход?» «Здесь, за деревьями спрятали!» Показал Валера. «Отлично! Как заберешь своих, сразу дуйте к снегоходу и валите!» «Хорошо! Вас не ждать!» «Все не влезем! Сами выберемся как-нибудь!» «Да, Вован?» «Конечно, хули!» «Валера готов?» «Да!» «Давай вепрь!» Камрад со вздохом провел варежкой по оптике и передал оружие. Взамен я вручил ему сайгу. «Смотри, только не разъеби!» «А ты береги мой вепрь, Санёк!» «Идём, дружище!» «Мы выдвинулись суровыми хищными тенями сквозь ночь ядерной зимы к огням деревушки беспредельщиков. Справа от дороги я заметил небольшую скалу. Ништяк! Отличное место для снайперского гнезда!» «Быстро забравшись по заиндивелым камням, я залег между двух сосен. Сняв защитные крышечки с оптического прицела, заценил сектор обстрела. «Вообще огонь!» «Метров четыреста до ворот! Все как на ладони!» Я махнул рукой товарищам, и они последовали к логову врагов. Когда до деревни оставалось метров сто, Вован затаился на обочине, а Валера посеменил в одиночку быстрым нервным шагом. «Давайте!» «Удачи, пацаны!» Я дернул затвором, досылая патрон, и прильнул к оптике. Холод, пронизывающий ветер и усталость отошли в сторону. Кровь застучала в висках. Указательный палец погладил спусковой крючок. Я готов! Крутой все-таки у него вепрь. Прицел бляха модный, даже пар на стеклах не намерзает. Когда до ворот осталось метров сорок, проснулся колокол. Ага, часовые засекли его. В деревне поднялся шухер. Что-то заорали с вышек. Валер остановился под светом фонаря. С протяжным скрипом ворота отъехали в сторону. Прикольно, как в Мэтт Максе прямо. Полтора десятка вооруженных мужиков высыпали наружу, окружая комрада. Один сдернул с плеча мою сайгу. Блядь! Я еле сдержался, чтобы не нажать на спуск. Спокойствие, Санек. Снайпер должен быть хладнокровен. Другой негодяй в капюшоне что-то втирает Валере, постоянно толкая в грудь. Вскоре выявили его жену и детей. Те хотели броситься к отцу, но крепкие руки бандитов не дали воссоединиться семье. Вот твари. Валера что-то объясняет, показывая на лес. Тип к купюшоне орет на очкарика, размахивая ручищами. Блин, пора бы уже появиться Вовчику. Ого, легок на помине. Десантура с папиросой в зубах приближается в развалочку, беспечной пахуистической походкой. Только бы не натворил глупости этот контуженный. Пока все идет ровно, как по маслу. Меня аж прошибло потом от напряжения. Чел в купюшоне кивнул, деревенские раступились. Женщина с детьми бросилась к Валере. Ну, сейчас начнется мясо. Давай, комрад, уводи своих. Хрен с ней с Айгой, блин. Ништяк, уходит. Местные уже взяли на прицел Вована. Весело скалились, переглядываясь друг с другом. Быстро обезоружив десантника, обрушили щедрые удары прикладами своих двустволок. Один тощий гад в пальто ударил ногой под колени, опрокидывая на снег. Ничего, пусть терпит десантник. Из-за него вся эта конетель. Я не стал открывать огонь. Пусть Валера отойдет как можно дальше. Вскоре ублюдки прекратили избиение. Капюшон поднял руку с пистолетом и завел подчиненным какую-то речь. Наверное, зачитывал обвинительный приговор, сука. Вован стоял перед ним на коленях, опустив голову. Наконец наговорившись, главарь начал медленно опускать руку, пока ствол не уперся в теме десантника. Ну что же, пора. Да и Валера с семейством достаточно отошли. Проклятый капюшон как раз лег в перекресте прицела. Естественно, я учел поправку на ветер. Вепрь силой толкнул в плечо. Блядь, мимо! Пуля, звякнув, пробила металлические ворота. Деревенские присели, закрутили по сторонам бородатыми сжалами. Хотел еще раз стрельнуть в главного, но Вован неожиданно подскочил, заламывая руку с пистолетом под неестественным углом. Я стал посылать пулю за пулей в толпу. Все заметались, пытаясь укрыться. Самые умные залегли за сугробами. Хреново стрелять из непристреленного оружия. Вроде даже ни в кого не попал. Вдруг у меня над головой свистнуло. Ствол сосны позади взорвался брызгами коры и щепок. Блядь, уже обнаружили позицию. Тоже такой глазастый. Ну да, у вепря нет же глушителя с пламегасителем. Рассыпалась искрами скала подо мной. Туда тоже ударили пули. Пришлось пригнуться. Я отполз чуть назад и глянул в прицел. Вован отмахивался от четверых. Что у него в руках и почему он не залег, как договаривались? Присмотрелся. Да он же опять размахивает моей сайгой! Перевел прицел чуть правее и увидел выпрямившегося над сугробом бородача с оптикой. Его ствол смотрел в мою сторону. Но палец НК оказался проворнее. Пуля прошила серый тулуп насквозь, тело отбросило и шмякнуло об частокол. Блин, десантура! Его опять повалили на землю. Я открыл огонь по наседавшим хлопцам. Вепрь яростно огрызался огнем. Вот еще один урод повалился на землю, зажимая руками фонтаны кровищей из пробитого горла. Патроны! Быстро отцепив пустой магаз, присоединил новый. К прицелу! Держись, Вовчик! В этот момент что-то острое кольнуло в щеку. Я поднял руку и выдернул посторонний предмет. Какого хрена? Мои пальцы сжимали маленькую стрелку с голубовато-розовым ярким оперением. В глазах помутнело, по телу прокатился спазм. Из-за деревьев медленно вышел чернобородый крепыш с бамбуковой трубкой в руках. Что, говнюк, думал мы не знаем, что с этой скалы хороший сектор обстрела по нашим воротам? Произнес он. Меркнувшее сознание отметило только улыбку, сверкнувшую золотым зубом из-под бороды. Что-то в этой улыбке знакомое. Но я не успел ничего вспомнить. В следующий миг накрыла черная пелена и беспамятство. С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше безумное путешествие в схрон, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих... ...мирах.